Всем привет, друзья! В эфире канал видеоохота. Сегодня мы поговорим об охоте с пневматикой. Из данного выпуска вы узнаете, с какой пневматической винтовкой можно охотиться, а с которой нельзя. Кроме этого, мы рассмотрим те виды животных, на которых разрешено применение пневматического охотничьего оружия и тех животных, на которых применение, соответственно, запрещено. Более подробно мы рассмотрим вопрос охоты с пневматикой на территории России. Что же касается Украины, то здесь и по сути рассматривать нечего, поскольку охота с пневматикой на территории Украины повсеместно запрещена. То есть не имеет значения, какая у вас пневматическая винтовка, какими она обладает характеристиками, кто является производителем данной винтовки. То есть, одним словом, запрещено и все. Будете охотиться с пневматикой, вас посчитают браконьером и привлекут к ответственности. Ну что ж, перейдем к более подробному вопросу применения пневматического оружия на территории Российской Федерации. Здесь, в принципе, применение пневматического оружия для охоты разрешено, но далеко не каждое пневматическое оружие может быть использовано на охоте. Для того, чтобы понять, какое же можно использовать и какое нельзя, нужно знать дульную энергию, которая не должна быть не более 25 джоулей. Если не более 25 джоулей дульная энергия ваше пневматическое оружие, то, соответственно, вы можете его использовать на охоте. Если же больше, то использование пневматического оружия запрещено. Среди многих любителей охоты, скажем так, бытует мнение, что да у меня такая вот пневматическая винтовка, чуть ли не 380 метров в секунду полет пули. Я с нее могу валить и зайцев легко, и фазанов, и более крупную дичь, поэтому буду с ней охотиться и так далее. Да нет, друзья, это довольно большая скорость полета, это будет превышать 25 джоулей, поэтому не сможете вы его на законных основаниях применять такое пневматическое оружие. Кроме этого, я хотел бы обратить ваше внимание, что далеко не на все виды животных разрешено применение пневматического оружия. Вы можете охотиться на белку, на летягу, на горлицу, на рябчика, также на ворону, серую, черную или большеклювую, но только в том случае, если последние отнесены законами субъектов Российской Федерации к охотничьим ресурсам. Вот это тот перечень животных, на которых разрешается применение пневматического охотничьего оружия. На всех других применять его нельзя, поэтому всякие там зайчики, уточки и так далее и тому подобное можете забыть. Для этого вам нужно уже гладкоствольное охотничье оружие. Вот такая вот, на мой взгляд, интересная для вас была информация. Если видео было полезно, не забывайте ставить лайки, поддерживайте канал Видеоохота и ждите следующих выпусков. До новых встреч, друзья! Субтитры подогнал «Симон»